Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это продолжение эпической битвы 3 на 3. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется прямо сейчас в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что вы там отбились? Субтитры делал DimaTorzok Ну хотя вообще лучшая помощь будет если вы просто в атаку поедете, да. Субтитры делал DimaTorzok 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 пикинер так в общем нам надо поменять этих вот арбалетов местами и убить коника подводи войска суши и чувствую не арбалет поставлю для этого пинамичник люблю такое что и слаженность как мы напали да ребят только меня давит да а вы там конечно любите друг друга не могу помешать так я тебе двигаю вон мне надо не двигать у меня есть армия ты видишь меня клетки некуда даже ставить и нам нужно отдавить и симптом забивает такс такс как все пару три буша то притянуто осени как мы очень сложно оттопиться и нету юнита поставить блин слушай дари дари рыцаря мне быстрее дари португалец отлично это люблю командную работу так теперь мне нужен генерал дайте мне конец генерала пожалуй пожалуй выбираю он с ассортимента ну и собора и всего лет при диме генерала виду айрон из этого уберешь до рыцаря то за ним качу арбалетчик а он у тебя для предмета предмету и виду олег предложение олег ну все повисли блин слишком много кликали у меня пророк появился сутка крепляю на быстрое распространение да не может суши суши может не укрепляя просто пройди по всем остальным городам распространя религию алчность дисконнект не есть таки укреплен распространение города очень близко расположены его города начнут постепенно сбавлять свою длину давай сидон дорогу хочет так я тебе веду генерала проматерился ну просто тут не так важно хорошо он бы он бы предположим он бы разграбил эту крепость и убежал бы рыцаря но я просто у меня пирамиды я одним ходом ее ремонтирую то есть тут главное именно что вот мы свою крепость поставим так ну я кажись отбиваюсь от византийца надеюсь его эту некомедию захватить только у меня очень большие проблемы с гонконгом вот это самая большая проблема и она очень надолго он союзник можно тогда гонконг взять до 39 защиты дорога разграблена надо починить начали ходить до ну я хожу так как же лучше я уже второй парень похоже отступает а я третий все нужно давить его дальше блин опять слушай олег только сконцентрируйся я тебя умоляю хорошо я буду атаковать тогда проблема в том что мы немножко в развитии все таки им проигрываем как мне кажется особенно в количестве жителей в городах там наверно сангай вообще монстра отъел я вторую пожить и пожалуйста и вы возьмете осенинку и фуншал идите вы через верх вот там где бафало крик стоит а там грешки там через космондуна будем ковырять через интернет так вам не надо ксышек ковырять вы уничтожите юнит и просто пробегаете эту местность и все опять вот ну слушай ну опять тут застряните вот как в прошлый раз окей окей вот еще рабочий вот еще рабочий ну кстати вирусы за несчастье ну византийцы тут у меня что-то очень много юнитов слил он прям так хотел гипорегию взять наверно один к трем где-то примерно вот так был размер и мне кажется это он зря дел потому что ему надо было сконцентрироваться на лиссабоне а он ну подведи еще арбон подвести пускай будет брут о ты у меня уже арбалеты пошли надо немножко почистить катманду здесь рожает шутеринки вообще если один один он и и и и и и и и и знаете что я думаю мне надо просто тут встать в защиту у меня тут стоят крепости да я буду стоять в защите у меня тут есть эти арбалеты наступательные минуты надо мне вам перебрасывать и давите нам не надо вот ту же ошибку что они сделали вот так распыляться на два фронта у нас нет нечем ходить есть то есть вам вас не надо вас уже много юнитов на 3 ты хочешь сказать и так потихонечку поддавливая вот но без без потерь что же что на хлопке строишь форт или человеком не еду а куда мне этих рабочих так блин дороги строить и чё и течу и даришь дороги я построил до порту ну окей покажи мне хоть кинтал до синтезе и ты построил а сининки ты нечего подводи сразу были а вот за момент еще арбулета подводи чтобы стрелять да ладно взял отъел мои крепости но хочет этот гепарегиус прям не может ну зачем так ну и куда нам поставить вот сюда если только сейчас я не могу дорогу построить потому что я понял мы ее не стоит добейся на арбулета укусы на который там один хитро с камню терруем облитку стрелять я позже подводи ромбов строй дальше дороги что-то вообще будем о ставь возле осенинки арбалета держать тут лечит сюда лечит немножко не достоянно вон там один ход слушай олег я тебя просил добей арбалета 1 хп ты его таки не добили блин часа добил блин даже не знаешь спасать думаю было я двух тримушатах устроен так мне нужен опять генерал есть у вас генерал давайте мне генерала почему генерала мне даете я вас прошу генерал давно только что я поставил опять в крепость олег ты вообще только о себе думаешь только смотри что ты там делаешь я же вы посмотреть как я воюю тихо 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 у меня нет генерала ну все блин и что делать так тут дороги нету если чё даже не знаю чем не обстреливать пограб камень и обстреляем декалу давай в конце хотя бы слушай ты опять забудешь ты опять ничего не сделаешь и мастера и застрой пожар слушай ты рабочего подвинул тебя два хода стоит дорогу не строит тебе вообще эти холмы вдоль и синенький нужно другим застроить он уже избавил меня для необходимости ставить и расставлять и с этим копьем делать требуешь от через гору стрелять или нет нет только арта начинается я через гору пушка тоже не стреляют ты хочешь на квадрат от это да который напротив осенинки там где твои два стрелявшиеся на холмах стрел он день типа снизу вторую сверху это не могу вот эту пустую чем-нибудь мне генерал надеюсь ведут я наждусь в этой игре наконец генерала хоть одного я тут блин только благодаря мне вы собственно еще не проиграли я всех отбиваю а мне даже генерала не дают я тебе двух дал бы генералов если было и трех поселенцев если бы хотели не закликали я честно говоря не очень понимаю почему византиец так упорно упорно хочет захватить гиппорегию коллег альгамбру в порту не хочешь построить один минут с маршем в лиссабоне сколько лет и на карантина нас но гнина я не построю но у меня все вверх у меня золотой век сколько у тебя пронки у меня до 144 я второй у меня гарбулетами в принципе нужно стрелять такой так какое-то извращение что ты предлагаешь разграб камень и потом постреляет что ты сделал более их стреляет что у меня дофига юнитов я добью этого и арбулета мне нужно быстрее у они вошли в ренессанс и и через что какие-то двигая войска но они тоже через порох так что мы все правильно делаем мечников на камень кидай у нас примерно с ними одинакова наука потому что ну практически одновременно выходим в техи вот 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 это цепь рыбами прошу проложи пожалуйста дорогу куда я все объяснил второй радиус осенинки левее холмы видишь там где нейтральная территория там они должны быть и на дорогу я тут аж три бушета не мог подвести он же момента мне купить и у меня генерал ради мы делаем окантовку со всех сторон правильно ну мы не можем его нормально зажать до арбалет не задействовал ну давай убей мне этого арбалета и пока по воду не стреляю к июнь кстати куда вы этих я зашу никого мельбурга так а мне куда тоже наверно давайте в катманду может быть их ты черт вылечился занимает ли а это марш у меня не мог типа по всем клеткам бегать теперь ошибись тогда как мы тебе тут дорогу разграбим понимаешь мне тут дорога даже уже некуда юниты пихать свои так ну надеюсь я тут византийцы то вот таки продавлю надо займи клетку с камнем надо эфиром и тут будет строить войска опять начинать строили да давно пора так что я в катманду тоже поставлю да чтобы ну давай законный Так мне генерал кто-нибудь введёт всё-таки или без? Нет, не будет генерала. Тебе действительно нужно? Ну да, потому что у чувака генерал у него получает бонус к этому, к нападению, а я нет. Блин, тут камбунг мешает, трындец просто, просто трындец. А мечник у тебя задействован, да? Прячь его куда-нибудь. Стоило ли атаковать сейчас? Айран, он возле Катманду у тебя. Этого убитого уже арбалета практически. Катманду у тебя. Продолжение следует... 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 дай мне рыцаря тут внизу возле лиссабона тут везде дорога вроде есть и и и и и и Да ладно, блин, за один ход. Добивай рыцаря. Блин, я стараюсь, я думаю, тут вырыцарь. Вообще, по идее, я могу тут город поставить и поставить крепость вот сюда. Если Химидзи с моим ходом не построю, то сажу инженера просто в фабрику. Леша, ты можешь с Гадеса подвести арбалетчика? Подарить тебе? Ага. Арбалеток не хватает на низах. Пошел тут добиться Дрианополя. Дрианополя. Да. Ну ровно уже цейф сделаем уже. Сколько время? 10. Чтоб отдохнуть, да? Ну да, а то я уже что-то не совсем раздупляю. Ну давай, потому что... О, пошел атаковать вверху. Напиши. Напиши. Поехали. 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 на неделю так не обязательно завтра не я завтра не смогу точно вечером в конце хода византии 0 минус 55 португалии 0 минус 33 странно что плюс по золоту у ирокеза хотя вроде у него дофига зачем начали когда мы ход теряем правда юниты подлечится так что в начале хода сохранится не знаю я обычно играл то что мы ходили потом сохраняем не знаю иначе шхот делает компьютер сам санами кстати обогнал уже по тонкой Ну, короче, делай сейчас сейв. Так, стрелять сейчас можно по правилам или нет? Ну, прямо сейчас нет, потому что не все смогут ходить. Только один выстрел можно, да? А вообще ничего не делай. Не делай ничего. Ну, уже можно ходить, да? Да. Я себе отвечу, Айрон. Спасибо. Воюй, ни в чем себе не отказывай. Что делать будем? Мы что-то, что обсуждали. Не-не, пока отступать не надо, пока тут нормальная позиция, можно держаться в 10 минут, по счастью. Олег, ты мне не читать не можешь, да? Так, колизей плюс 6. Армари. Почем будем бить? Давай. Так, мы тут договорились, что мне надо Гонконг ставить тут город и... А, так, я в город, вот у меня позиция встроится. Отступай, наверное, да? Глупи, аэроплета, который отстрелялся. Верхнего давай, да? В месте верхнего нет. Там один отстрелялся, который на лупах. Давай так. Главное начало следующего, это попробуем закликать. Дорогу разграмлю пока. Так, 6 части. Только хоть не захочу. Карфаген на производство. Сейчас, ботыли, мне тут много чего надо сделать. Блин, так хочется и повоевать, не знаю. У меня уже нечем. Они есть. У меня есть еще немного. Я их хочу. Так, начну убирать постепенно тут дороги, они уже не нужны. Так, этот хай лечится. Давай-ка сюда дороги строить. Блин, я думал они уже походили. Честно говоря. Свинья не обработана вот тут, вот возле моей столицы. Леш, ты мог бы? Нет у тебя. Свинья какая? Вот внизу обработана почему? Что-то вроде. Ты наведи мышкой, видишь, кэмп написано. Ну, лагерь. Лагерь. Угу. Просто может визуально так выглядит, что не обработанно. Да и вообще у тебя трюфеля есть, я вижу. Пробуем аркебузира закликать. Сейчас, подойди, я пока тут. А, я знаю почему мы не тот ход запустили. Потому что я был хостом, я делал сейф. А тут почему-то киселёк решил загрузиться. А какого аркебузира? Верхнего, да? Ой, вот это, под осенинка. Да. Ну там два арбалета, его должны убить. А, нет, может и не убить. Короче, конём, потому что про атакусь. Конём? Полудохлым конём атаковать? Ну или кликай тогда на это, в фурте стоит. Да, давай там будем лучше. Давай там. Смотри, я туда прыгну длинномечником, разрушу форт. А ты над осенинкой тогда займёшь тайл своим рыцарем. Ты понял? Над осенинкой? Ну который холм? Там, где сейчас длинный мечник, я пойду форт разрушу. Хорошо. Он купил дорогу, чтобы перестала... Он купил холм, чтобы перестала наша дорога нормально действовать. Кликай, в общем, арбалета сейчас. Да, убили. Жаль. Кляпь, ты будучилка. Не ругайся, Олег. Пардон, пардон, случайно. Никогда не ругаюсь. Так, где ещё вот тут дорога? ручение давай слушает тут 1 павел оливье это сильнее потому что он чем отступить у тебя там ничего нет лошадь короче свою потом уберешь он он пошел тут атаковать вот гад да мы правильно делает ну тут я хочу город поставить потом начать гонконг пушками атаковать что давайте обработаем этот полмик мне придется отступить тут арбалетом он сейчас убьет арбалета наверно верху пошел атаковать ну как я увожу тогда до рыцаря потому что олег химию химию поставь и что мало ли а а вылетает ну не ходите о чем-то да я тоже тут кликнул скажите когда мне тут есть и . ну видимо когда он войдет так мне надо тут сверху организовать оборону на суши мне процессе и будет идти то не набрал а уже прям на лиссабон ты зря там всеми стараешь строить мастерскую почему а вот там юниты справа от браги ты что у него просто фишка генерал стоит там возле сининка где-то может там хочет прыгнуть и допустим есть крепость на шелка и пойти на лиссабон уже сразу нам нужно не дать отстроить короче мы эти крепости у меня есть если что генерал я могу в принципе открутил но играем а у тебя 0 науки да или что то есть 0 тогда эти три буша ты дарю тебе что у меня не году не ели а то он мог лишь пушкин или не опыть накопить а потом пушки опыть войти в ротунки так а что мы решили все-таки с инженером на бранденбург поставим до да блин тут и до красного форта далеко по-хорошему начали атаковать 4 генералу патриоте киеве тут больше просто что ты будешь получил мне надо отступать и нужно было форты разрушить предатель ну вот эти арбалеты подарил посадил врагу обстрелять по идее вендек аутен и вот эти и генералы его надо придется ставить зачем мне надо войска помощь 4 пикинирование аркебузиры строишь аркебузиры так быстрее быстрее так но они же умирают но я технический жорс и генералы четыре года они уже захватят ну блин там же сирийц строит армию или ты не строишь армию ну мы не удержим сейчас надо срочно мне помощь просто вот не удержим толпа такая валит всякую форме 4 все семь тысяч не опять я третий армию ну чё опять у них кто-то отвалил армию ну да блин да доставляйте загрузились реально у меня входит если чё но у меня тоже ходит ну вот я уже тут блин по сотому разу одно и то же хожу дарите срочника юнит да все те дарится ты забирал дарите может купим в браке стену или еще он успеет подбив построить и блин он еще крепости ремонтирует византийц у них еще давай айрон нам не надо чтобы олег один там воевал то что у него двое нападают он не может один отбиться от двоих еще там третий он сверху сангайский этот бегает тут даже если будет одинаковая армия не нереально от двоих отбиваться он меня просил дарить ему интернет допустим когда я оборонюсь мне удобнее одному обороняться что брокировки между винтами нормально проводить попросил дарить я ему дарил олег я россии давай следующий я буду себя допустим оставлять ты просто говорит мне главное больше войск а там уже как угодно в принципе мне просто не хватает войск стрелять хорошо арбалетами до двоем но леша двигай до я тебе уже все отдал этим ходом да ладно мы не заканчиваем фонда висит на 0 но ни фига си ничего си прикольно прогресс 1783 из 1741 но пушки не открылись то есть у меня написано что колб мы даже больше использовали чем надо у меня написано что не хватает 25 генералу лиссабона только олег ты конс концентрирована не просли генерала у нас больше нету я не знаю есть смысл дороги стены покупать надо было прошлым ходом покупать уже что не отбивается мне кажется уже не отбивается войска мало ли больше не в карпагене нету бараков пиши ну как мало войска эти каждый ход 4 юнита даю все равно мало да круто вообще все все на этом отрезке их не войска ну естественно он еще пушки едут не понимаю как сангайф 5 городов скульпом выжимает так он наверно на молотки эти караваны пусть у него что же на воде были города помнишь уже в начале их в начале игры сангай ставил город на море я не помню уже а а и а Продолжение следует... 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 уж не открывали вроде нет читали у тебя только один рабочий остался при том что я себе троих привел а у нас у кого-нибудь вообще ученый может родиться нет я так понимаю что у них с великой библиотеки ученые точно они же великую библиотеку построили них там ученый стопудово но уже был наверное правда он должен был знаю в районе там давно должен был быть вообще ну в принципе мы-то с ассирийцем развиты нас олег к одну тянет избавимся от него выиграем я думаю очень сомневаюсь что ж сколько у тебя науки 82 у тебя 103 почему у тебя так больше у тебя и жителей больше но у меня ноль счастья мне просто я уже не могу расти но с другой стороны напомню везде еще построены не 58 жителя у меня колизей меч в нескольких городах нету колизея в одном так леша войска войска строим нет олег я строю амбары у нас проблема что у них счастье больше суши это месяц что-то давал аэрона перестал идти на минус 400 повторить предложение прям срочно война идёт у черты минусные да какой минус плюс у меня войска лёша присылает а я не успеваю подводить их наверх короче какой я тему могу у тебя ресурс взять у тебя киты ну все по одному киты с любой пряности любой ну что в карфагене нету колизей зашибись тут еще счастье не выбрано я напоминаю олег что у меня мышкетеры прокачаны на открытую местность и против стрельбы то есть их не надо ставить на холм и желательно подставлять под арбалеты ну починим пока тут а блин они на моей территории типа можно если нужно взаимодействовать но я не ну это не не честно так делать мне надо как-то провести блин генералов сверху их не крепостей вот не знаю что сделку принял да блин наверно не получится куда вести пророка татарию ассирийцу пускай сам ведет он не дарится а да посадить чтобы что это счастье Есть. Так, можно подрасти, в принципе. Кем мы подрастем? Я что-то прикольно пойму, он чинить хлопок и грабить его? Нет, я починил холм, чтобы... Генерала мне надо поставить, где арбалет вот этот. Да нет, хлопок мы говорим. Около порта ты имеешь ввиду, да? Да. Я что-то протупил, это ты ее починил. В общем, мне показалось, византиец его починил, забрал его раба, потом он убил мой юрик и обратно разграбил. Это, типа, запрещено. Ну да. Ну сейчас посмотрим, если он тут не дорогу строит, а опять его чинит. Пускай техническое поражение получится. Ну. Мы же не знаем, что они там делали. Там, где мы не видели. Подари мне вот этого аркебузира, который под порту. Ага. Давай я его вместо твоего сейчас и там поставим, может быть, крепость где-то. Левее порту ты имеешь ввиду? Левее порту, да, между городов как-то. Мне было бы проще ее не своим поменять просто, а не дарить тебе. Блин, и тут зажимают, не пойму, что делать вообще. Я, в общем, буду левее порту сейчас воевать там с Мандыкалом. Ну давай, хорошо. Леша, ты двигаешь поезд ко мне? Нет, Олег. Нет, Олег. Хватит, задими тот же вопрос. Бей там Мандыкалом. Я понял, Олег, а почему ты мне аркебузира обратно привел под утику? Не знаю. Это был не я. Около утики, короче, твой аркебузир. В общем, Олега и сегодня максимум концентрации на игре. Да не, но сегодня я концентрирован, но уже... Ну уже бессмысленно, да? Раньше надо было концентрироваться. По-моему, они в универы пошли. По какой-то причине. Ну да. Ну они вроде не открыли их или открыли? Открыли. Ну это наш шанс. Да это шанс наш, ты шестой парни, я пятый парни. Ну это только потому, что мы отдаем ее все. Мы город теряем как бы. Может купить замок там? Или не стоит? Или не стоит? Я бы уже деньги на арту какую-нибудь оставлял, что ли. Ну и португальцы просто еще двор, мы можем потерять. Мне надо где-то нормально генерала поставить. Нет, так а смысл тут воевать, если мы отдаем всю армию португальцу и он все равно сливается. Так а как тут тогда можно выиграть? Я вам говорю, что надо было распределить фронт. Например, португалец обороняет только Лиссабон, а ты, Айрон, обороняешь порту. А мне надо было продолжать давить Гонконг. Так они сконцентрировались в двоих, я не знаю, как можно одному против двоих с такой армией обороняться. В то время, как один на одном фронте все... Сколько ты вообще юнитов теряешь в ход, Олег? Да кто его знает. Но не меньше, чем они. Я думаю, они больше теряют. Но все равно у них как-то они продавливают промка. Они продавливают, потому что у них производство больше. Нам нельзя терять один в один. Я на порту добью арбалетами. Хотя серийц первый по производству, а я уже второй. Ну они, может быть, в еду, наверное, переключились. Знаешь, типа там... Отъедаться, у них счастье немерено. Такая вот фигня. Олег, блин, твой аркебузир уже к новой Карфагену пришел. Ты его на автомат, что ли, поставил? Сейчас я куда-то мискликнул. Око Гипорегиуса, забери, пожалуйста, арбалеты. Ой, арбалеты. Аркебузируй, приведи к себе. Он у тебя куда-то бежит, не пойми куда. Сейчас я понял, понял. У тебя сколько счастья, Олег? Лошадью в порту не можешь забрать? 18. В порту? Освободить надо чем-то. Два лечения подряд. А что у тебя было? Два лечения подряд? Ну там, короче... Да. Он сразу, короче, к третьему уровню почнулся. Там его... Ну, короче, появилась хилка. Они обстреляли, я выхилил. И вообще обстреляли, я выхилил. Полечился в территории, потом выхилил. Подозрительно это все, да? На видео есть в этот момент. Нет, я же, ты в моей команде. С их стороны это подозрительно все. Блин, у Гонконга уже генерал даже есть. Он давно уже там. Олег, прими предложение. Во-первых... Так, сейчас попробуй порту добрать. Не добить там рыцарем. Всё. Блин. Во-вторых... Ну, граб, территорию лечись, рыцарем полечись. Во-вторых, аркебузира около гепарегиуса забери наконец. Так, каравана я посылаю тебе, да? Япон или куда-нибудь? Гадость. Быстрее строим. Не, пусти... Подожди, пусти на еду вутику. Ты возле Куимбрии ещё не походил. Ты можешь отстрелять всадников, которые на воде? Всадников на воде? Нет. Ну, правда, ходи за пикинёром, допустим, или арба, или всадников. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, может что-нибудь... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, ну, я инженером строю пизанку. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Уже на три науки они впереди. То есть теология, эдукация и компас. Довольство не нужно, никакое у меня, мое. А у тебя есть что-то? Подожди, чего нету, трюфелян. Ну что, войска, я тут держу оборону, потом… Приведи меня в Ниневе, торговца, я вам на то засуню. Почему? Леша, а чего ты войска не строишь? Чтобы еще 100 галды получить из Галикарнаса. Что ты войска не строишь? Ну где я не строю войска, Олег? Где? В Гиппонии, ну ладно, в Гиппонии, в Новом Карфагене. Новый Карфаген, два жителя. Что ты там хочешь, чтобы я тебе строил? Сагунтия. Сагунтия. Сагунтия арморит строится, чтобы ты получал оружие с этим. Так, я ж уже тут всего два-три хода осталось. Олег, тебе даешь юнит, а ты их сливаешь все равно. В чем идея? Превосходство такое по юнитам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну можно, если я 8 хода проживел. мы-то проживем олег не проживет так ну что вид как он уже под дачу так я наверно тебе подарю этого подбитого рыцаря по судальству равно он не вылечит не может один человек сопротивляться против двоих вот на такой местности я понимаю если бы олег держал там наш какие-нибудь две клетки типа такого да но невозможно одному на открытой местности сопротивляться как ты тут как пускай было бы равная армия и равное производство все равно бы они продавили олега в любом случае что надо воевать вдвоем тут получается византиец по центру идет и ракет сверху и прекрасно себя чувствует и и Продолжение следует... Лёша, давай, менять надо срочно. Чего? Дарить, дарить срочно. Что дарить? Аркебузиров. Это я уже там сам буду Лиссабон отбивать обратно. Ну, мне кажется, выгоднее, чтобы я дольше продержался. Ну, чтобы вы что-то там накопили как-то, ну, или убыстрить, чтобы я сдал, так я могу сейчас отвезти в рискаток, он быстро займет. Мне кажется, выгоднее. Блин, опять что-то они для Гонконга сделали, наверное, денег вкатили в него. В Бизантии миллион двести. А по войскам вы на каких местах? Я на последнем. Третий. 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 Продолжение следует... 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 А, и в Аквисасме еще на производство. У меня два каравана на промку и два на голду бегала. Блин, ну вот тут вот сверху от Антфермана прибегайте, этот Аквисасме реально берет тут вообще, блин, просто вообще поле. Аквисасме берется вообще, по-моему, без проблем имхо. И уже с этого Аквисасме можно было и Гранд Тривера, и Анандагу брать как нифиг-нафиг. Эх. А на кого, получается, в ветку озера падали? Без понятия, честно говоря. Ну это, блин, вот это обидное поражение, просто обидно. Да, очень обидно. Не сослабили, сослабили. И я еще раз говорю, не надо, вот тут же командная игра, вот в этом и прикол, что могут несколько человек нападать с разных точек. Тоже в конце не надо было Олега бросать, мне кажется, одного. Как бы не было удобно, но, блин, у людей просто в два раза клик быстрее получается, и все. Да, мы продавили осенинка, потому что били двоем по ней. Да, да. Проходили, они не знали, как одеваться тут. И этот византиец там нервничал, я тут как-то византийца напрягал с этой стороны. Потом пошли на Гранд Тривер, и вот получилось, что затык в одну клетку, конечно, они одну клетку будут оборонять без проблем. Даже вы взяли Гранд Тривер в итоге, все равно он быстро отбивается, и... Да, сожгли даже Гранд Тривер. Мы сожгли его. Просто видишь, город бы на серебре, мы бы осенинка, новый город, вот по этой, как тебе сказать, по этой линии. Ну, я понял, так что ты не поставил на серебре? Решил пусак подавить. Это просто, это вот этот скриншот надо сделать, надо найти его в записи, просто сделать скриншот вот того, как... Угадайте, как потерять юнит, нет, как потерять поселенца, когда вокруг него пять твоих юнитов стоит. Это, ну... Ну, вначале, опять же, Олег, ты потерял поселенца, это же тоже минус к темпу. Хотя это не сыграло определяющую роль, но, опять же, это все могло быть быстрее. Можно было, то есть, осенинку быстрее взять. Но они взамен потеряли где-то три юнита потом за этого посела. Ну, это нормально. Посел считает... Понимаешь, потеря посела, ты считаешь, что ты потерял город, как бы... У тебя стоял город, и он потерял. Так бы он стоял, мог там отбиваться. У нас тоже были хорошие чудеса. И Крокотау, вот, неплохо, кстати, помогло нам побыстрее все открывать. И, ну, Викторию почему-то только долго тоже не ставили город. Тоже надо было ставить там город Олегу. Он бы, кстати, между Брагой и городом рядом с Петрой... Ой, с Петрой, с этой... Мог морские караваны пускать. Если бы вот на лес поставил. Варианты. Кстати, прикольное там море. Тут и Рокис-караваница между собой. Да, у них отличные места. У них места, мне кажется, даже лучше, чем у нас. Потому что и чудо, вот сразу у них это есть, Гибралтар. И караван они вот так вот пускают. И место для защиты офигенное. И все равно, ну, блин, мы их должны были побеждать. Да. Тут реально была выигранная игра на один момент. Все. И чисто вот из-за концентрации проиграна. Так что надо собраться в следующий раз и вдарить. Да. Просто понимаешь, тут, Олег, получается, вот из-за твоей такой неуверенности и у нас неуверенность появляется. То есть... Да какая неуверенность? Мы начинаем... Ну, блин, вот такие потери юнитов, это именно... Ну, неуверенность не в том плане, что ты не уверен, а неуверенность в том, что что-то может произойти вот такое необычное. Ты знаешь, вот как в футболе, когда вратарь, ну, или там в хоккее вратарь бабочку пропускает. Там между ног, там, случайно, или там ему летит мяч, он ловит руками, а он внезапно у него выскальзывает из рук и в ворота попадает. Вот типа такого. И тогда игроки начинают нервничать. Типа они могут хорошо играть, но при этом, типа, вратарь вот такую фигню там творит сзади. Повроде выигрываем, а тут вот это. И у нас тоже появляется неуверенность, и мы можем при новой игре. Так у них уже и универы отстроены. Так они вышли в универы давно. Чё там неуверенность? Мы у этой команды, сколько выигр? Так и мы тут должны были выигрывать. Ну да. Что? Ну, блин. Ну ладно, больше игр сыграем. Теперь в ветке лузеров нам играть и играть. Вперёд. Да. На это, наигрывать взаимодействие. Ну, теперь я не знаю, когда там они, блин, когда они там доиграют. И надо будет ещё какую-то тренировочную сыграть. Ну всё, спасибо за игру. Спасибо. Всё, пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом всё. Играйте в умные игры.